Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Надеюсь, привычно для себя, значит, понимаете прекрасно, что по будням с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты. Сегодня их больно много живых, но это хорошо, потому как все происходящее здесь сегодня явно вас порадует. Ну, как традиция у нас гласит, сначала песня, а потом мы уже разговор начинаем. В некотором смысле музыкальная заявка, это полезная история, посему давайте сразу вдарим, что называется. Как всегда, живой звук, в программе живые. Поехали! Субтитры подогнал «Симон» Сотерен наш остров в семи морях, надежно укрыт пальмовой листвой. Играет волна, отражаясь в глазах, и каждый здесь ищет дорогу домой. Мы плыли пять лет по семи морям, сгорали на солнце в соленой воде, и шторм хлистал нас по двум бокам. Но вот мы приплыли, и вот мы здесь, на острове много диких зверей, и еще больше протоптано троп. Но каждый из нас здесь идет своей, топча то траву, то горячий песок. Порой так тяжко, ума и очень, и очень сильно хочется пить. Звездами нам освещает путь в ночь, и вновь отсюда не хочется плыть. Затерен наш остров в семи морях, надежно укрыт пальмовой листвой. Играет волна, отражаясь в глазах, и каждый здесь ищет дорогу домой. Мы с пиццами песню своим поем, а ветер играет аккомпанемент. Ведь мы на то, брат, с тобой живем, чтоб хоть кому-то легче было умереть. Кипит работа, с лица течет пот, в руках топор, тростниковая нить. Так это же слабый, готовит плод, чтоб поскорее отсюда свалить. Но новый день принесет опять, с ледой волной свежего чудака. И он пойдет, покуда сможет стать, и у него своя на этот счет строка. Затерен наш остров в семи морях, надежно укрыт пальмовой листвой. Играет волна, отражаясь в глазах, и каждый здесь ищет дорогу домой. На теле следы от укусов мух, на лбу огромный, стягущий лишай. И разве как у собаки нюх, на завтрак и уже сырая печаль. На каждой ветке хищный питон, и в каждой пещере голодный медведь. Но это все не сейчас, это все потом. У меня есть рот для того, чтобы петь. И пусть на море бушу я шторм, и пусть мне долго осталось терпеть. Ведь мы нашли на этом острове дом. И он у нас есть, и он здесь. Затерен наш остров в семи морях, надежно укрыт пальмовой листвой. Играет волна, отражаясь в глазах, и каждый здесь ищет дорогу домой. Васильевский остров в семи морях, лежим на песке, пьем воду со льдом. Этот остров мудрец, этот остров дурак, этот остров наш, этот остров наш дом. Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, начало положено. Собственно говоря, мне кажется, понятно, что сегодня будет происходить. Это важно, потому что люди у нас привыкли почему-то разделять музыку на жанры. Хоть мы этого старательно не делаем, считая, что музыка бывает двух жанров. Хорошая и вно. Ну, плохая, то бишь. Сегодня музыка хорошая. Ну, в программе живые плохих музыкантов не бывает. Это естественно. Это уже, мне кажется, давным-давно понятно всем постоянным слушателям. Сегодня здесь коллектив, который называется панк-оркестр The Fish. Почему панк разбираться будем, ты говоришь не в тот микрофон сейчас. Ну, пытаешься сказать. Ага. Вот в этот тебе теперь уже. Да. А в тот поем. Начну перечислять всех людей, потому что много их в коллективе. И что тоже удивительно, ну, приятно, радует. Главный человек, то бишь человек, который создал коллектив Frontman, записан в списке последним. Это значит, что он уважает музыкантов настолько, что ставит их выше себя. Дмитрий Смирнов, аккордеон, бэк-вокал. Если можно подойти к микрофончику. Вот лампочка загорелась. Поздороваться с людьми так, чтобы слышали голос человека. Рад всех приветствовать. Молодец, получилось. Электрогитара Илья Пура. Илья Пура. Как правильно, извини. Ну, почти. Ну, так как? Два буква. Да, у нас вышло так, что произошла такая внезапная замена. А-а. Да. А с Илья Пуру, к сожалению, не смог сегодня приехать, но в списки отправлялись изначально. Понятно. Сегодня Андрей Виноградов. Андрей, прости, пожалуйста. Играет на электрогитаре. Просто не знал. Андрей Виноградов, электрогитар. Всем ку-ку. Бас-гитара Крюков Александр. Нет замены никакой? Нет, все прекрасно, я здесь. Спасибо. Тромбон. Дальше пошла духовая секция. Тромбон. Ефим Шлыков. Всем привет. Добрый вечер. Баритон. Андрей Яшин. Вот этот инструмент называется баритон. Не спрашивайте, как он называется в будущем. Здрасте. Труба. Егор Новиков. Добрый вечер. Виктор Ропатихин Скрипка. Это я, это я. Подожди секундочку. Вот тебе микрофон. Смотри-ка, хорошо. Приятно познакомиться. Очень хорошо. Далее человек, у которого свой собственный эфирный микрофон. Он как ведущий, в принципе, имеет возможность. Правда, перекрылся тарелкой от меня настолько, что я глаз его не вижу. Ну, вот, теперь вижу. Обарабанщик коллектива Максим Морозов. Здравствуйте. И Дмитрий Лукьянов, собственно говоря, вокал, лидер коллектива. Человек, который создал эту группу в свое время, насколько я понимаю, не в Питере, да? Ты же из Стамбовской области. Я из Стамбовской области, да, но создал ее. В Питере уже. Уже в Питере. Привет. Всем привет. Вот, собственно, это и есть панк оркестр эфир. Будем сегодня разбираться, почему они себя панками считают. Может быть, по образу жизни, в некотором смысле. По музыке-то к панкам это не имеет ни мать. По крайней мере, мне так кажется. Ну, сейчас будем разбираться. Будем разбираться. Для многих, собственно, вы абсолютно белые листы, это нормально. Вы должны понимать, что сегодня вас будут познавать многие слушатели и узнавать для себя, открывать для себя. Кто-то наверняка из тех, кто слушает вас давно и музыку вашу любит, сегодня будет просто радоваться тому, что вы здесь. И уже кто-то есть, кричат. Вау, 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 супер, супер. Ждали, ждали. Дождались, что называется. Итак, прежде чем мы начнем наше такое неторопливое обычное общение, ну, как пойдет, на самом деле, у вас много. Хотите к микрофону подойти, пожалуйста. Белости прошу, никто вам не запрещает. Сообщу, как с нами связываться. Извините, что я чешусь периодически. Это стройка на меня так действует. Там пыль, грязь, все такое. Мы со стройки на работу, потом снова на стройку строим новую студию, потому что из этого перебираемся. Буквально 31 марта у нас последний эфир здесь в этой студии. И дальше уже на новом месте будем работать. Так вот, 4647 – это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала свои пишите, пробельчик, а дальше ваши сообщения. Это может быть все, что угодно. От просто мыслей до каких-то, возможно, вопросов. Милости прошу. Сообщество ВКонтакте, сообщество своего радио. Там уже давно выложен анонс фотографий. А в тексте анонса «Панк Оркестр за фиш» выделено синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе и становитесь участниками этого сообщества. Я думаю, что это полезно, получать информацию об их новых песнях, дисках, турах, концертах, заменах музыкантов в самый неподходящий момент. Вы будете узнавать об этом в первую очередь. Это всегда полезно. Как говорят, что когда... Ну, как говорят, как сейчас я вспомню, как же правильно. Предупрежден, значит, вооружен. Во, по-моему, так это звучит. Далее. Есть чаты, в которых тоже можно по ходу общаться, по ходу эфира. На сайте своего радио, своярадио.фм, там прямо написано «чат». Заблудиться невозможно. Можно видеть все, что в этой студии происходит. Плеер, он находится там же на сайте радиостанции, прямо рядом с логотипом. Онлайн-аудио слева, а онлайн-видео синим кружочком справа. Кликаете на синий кружочек, и вот вам картинка, которую нам представляет Планета.ру. Замечательная краудфайдинговая платформа. Там тоже есть чат, в котором тоже можно отписываться. Все, что касается коннекта, я рассказал. Я старался быстро, чтобы не терять время. Как называлось первое произведение? Первое произведение называлось «Остров». Как хорошо, что ты все сразу понимаешь. Часто, не часто, но время от времени бывает. Я спрашиваю, как называлась первая песня? Вот вчера, допустим, девчонки задумалась. Говорит, вы какую имеете в виду? Которую я самую первую сочинил? Или которую пел? Услышал. Которую только что спела. Но ты понял сразу, о чем я говорю. Колыбельная мама. Как будет называться? Да ладно. Мама пела колыбельная. Первая песня, которую я услышал, скорее всего. Я пошутил просто неудачно. Я шучу обычно как-то. Нет, почему? Я глупо шучу, а все смеются вокруг, как сейчас. Я, например, порадовался бы, если бы тебе мама пела колыбельная. Ну, может быть, она и пела, но как мы все понимаем. Совсем маленький был, я понял. Тогда уже, когда ты созрел и понимал, в общем, мама перестала тебе петь колыбельная, потому что ты уже, видимо, стал с ней общаться пока. Петь маме. В ответ, да. Я полагаю, что именно так и было. Как будет называться следующая песня? Пора бы ее спеть. Следующая песня будет называться «Одинокость». Это ее официальное название, скажем такое, альбомное. А так в быту она у нас называется «Ежик». Порой «Ежик у ежик». Ну, в общем-то, ежик. Тот самый ежик. Панк-оркестр «The Fish» сегодня в программе «Живые». Как всегда, живой звук. Поехали. Ежик у ежик. В тычь носом, прамиж ножек залезали ранки. Друг к дружке лесбиянки. В маленькой спальне завернусь под одеяльник. Лягу, порыдаю. Мне тебя не хватает. Грустно, мне грустно, мне со слезами ем капусту. На душе так пусто. Песни напишу про чувства. Лишь бы не финиш. Я боюсь, меня ты кинешь. Все, умираю. Мне тебя не хватает. Песни напишу про чувства. Песни напишу про чувства. Песни напишу про чувства. Ежик у ежика тычь носом, прамиж ножек залезали ранки. Друг к дружке лесбиянки. В маленькой спальне завернусь под одеяльник. Лягу, порыдаю. Мне тебя не хватает. Мне тебя не хватает. Мне тебя не хватает. Мне тебя не хватает. Ну, как я понял, в контексте это песня о девушке, которая не дружит с эпиляцией. 46-47 это короткий номер для СМС. Ваш начал свои, пробел А. Дальше уже все, что хотели бы сказать в адрес коллектива Панк Оркестр Зэфиш. Так называется замечательная группа. Тут народ пишет и пишет интереснейшие вещи, я скажу вам. Вот, например, Иван Петрушин написал. Краткий рассказ пишет он о знакомстве с группой. Это было осенью 15-го года, хотя до этого был на фестиваль «Живой», но не приметил ребят тогда. А потом отборочный фестиваль, отборочный тур, видимо, фестиваль «Живой», где главным гостем был ДМЦ. Парни тогда очень сильно понравились. Столько энергетики. Короче, было круто. На меня, как жителя Москвы, очень сильно зацепила песня про Москву. «Неужели так не любите столицу?» Спрашивает Иван Петрушин. Если бы Иван внимательно слушал эту песню, наверняка бы он понял, о чем идет речь. Но, к счастью, мы сегодня не повторяли. Он бы понял, что эта песня тоже о девушках, которые не любят эпилеции. Мы сегодня все расскажем заново. Хорошо. На репите, скажем так. Хорошо. Будет возможно, кстати, записать. Хорошо. Всем привет. Пишет Женя Федоров. Например, вот такая интересная фраза есть. Программа... А, еще программа не началась, я уже в группу вступил. Посмотрел анонс и видео в группе «Оркестра». Зацепила интересная группа. Вы еще только-только начали, а народ уже потихонечку втягивается в процесс. Это хорошо. Давайте начнем вот с чего. Группа существует, как я понимаю, из пресс-релиза. Он очень скудный, надо сказать, пресс-релиз. Не такой, чтобы прям вот рассчитаться, понять... Скромный, наверное. Нет, скудный. А скудный. А скромность ведет к безвестности. Ты же понимаешь. Лучше не быть скромным. Хотя по твоим глазам понимаешь, человек, ты не особо скромный. Не переживай. Все в тебе видно. Но что касается пресс-релиза, просто лень. Да? Да, нет. Их очень много просто. Мы их для разных мероприятий применяем. Ну, опять же, это немножко заглядывая, углубляясь уже туда. В середину нашего сегодняшнего, можно сказать, выступления. У нас бывают какие-то концерты, когда мы играем для детей, например. Такие добрые песни про ежиков. А бывают концерты, да, когда мы... А дети понимают о чем? Для взрослых детей. А для взрослых детей. Угу. Поэтому для разной аудитории у нас вот разные песни. А на больших сольных концертах мы их все в одну. Вот люди приходят с детьми и с взрослыми детьми. И, в общем-то, вот... Ты мне анекдот напомнил. Новогоднее объявление перед Новым годом. Дорогие дети, закажите себе на новогодние праздники Дедушка Мороза. Папам вашим рекомендуем Снегурочку. Так что, в принципе, правильно. Надо родителям ходить с детьми. Каждый для себя что-нибудь найдет свое. Исключительно свое. Слушай-ка, у меня вопрос сейчас будет не совсем к тебе. К Виктору. К Виктору. Виктор, можно как-то... Юль, будь добра, микрофончик к Виктору. Я хочу вопрос задать не в брови, а в глаз. Что делает классический скрипач? Я почему-то чувствую, что скрипач классический. По постановке руки и по звуку скрипки. В панк-оркестре, вот с этими вот удивительно, я бы сказал так, с непродвинутыми в классическом плане музыкантами. Продвигаю в классику. То есть это задача основная? Конечно. Миссионерство, да. Помогает как-то? И по возрасту я чувствую себя миссионером практически, да. Ну, в таком случае я должен себя чувствовать пенсионером, если так. Ну, не знаю, мы можем поспорить. Не будем мы спорить, ты ошибешься в любом случае. Не, вот не скажи. Ошибешься, я тебе уверяю. Ошибешься. Знаю, что ошибешься. Но это не важно. У тебя школа классическая, как я понимаю. Ну, как правило, у всех скрипачей со звуком школа классическая. Ох, ты знаешь, была тут группа, у которой была скрипачка. Там с классикой сложно. Что заканчивал? Всего лишь... А, кстати. Ну, изначально я имел музыкальное училище имени Мусоргского. Ты имел или тебя оно имело? Взаимно. В баллов всяких. Взаимно. Просто когда студент говорит, я вообще имел ваше училище, я как-то понимаю это конкретно. Ну, мы имели попеременно. Да. Училище победило. Так. Мне пришлось его оставить. Так. И заняться разными другими профилями. То есть, ну, музыкальными хотя бы? Ну, музыкальными, да. Оно просиживание в коридоре перед классом джазового оркестра не дало себя знать. Все-таки, все-таки, да. Ну, слышно, что скрипка очень хорошая у вас в оркестре. Замечательная звучащая скрипка, правда. Есть нюансы, которые, ну, только, наверное, с опытом понимать начинаешь. Я тоже, может быть, года три назад бы еще не понял бы разницу. Но теперь... Я бы тоже. Я еще... Только три года? А ты говоришь, спорить будем. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, вот мы потихонечку сегодня всех музыкантов коснемся, потому что, мне кажется, это важно. Также точно, я считаю, ну, стоило бы все же поговорить о духовиках. Они молоденькие все. Скорее всего, студенты, да? Как я понимаю. Да ладно, ладно, чего вы, парни? Тоже обычно, обычно в коллективах духовики, люди, имеющие музыкальное образование, ну, чаще всего так, самоучек, играющих на трубах, мало как-то. Чего кто-нибудь расскажет, чего заканчивали? Почему вы сейчас здесь? И пихают друг друга локтями, давай, иди-то говори. Нет, я буду... Ну, кто-нибудь... Назначь кого-нибудь, будь добр, Дима, назначь кого-нибудь, кто скажет. Егор. Егор, самоответственно. Привет, Егор. Чего заканчивал? Учусь на третьем курсе консерватории. Студент, я так и знал. Третий курс консерватории, Питерская. Санкт-Петербургская. Санкт-Петербургская консерватория. А почему ты здесь? Мне интересно. Интересен коллектив. Тебе родители не задают вопрос? Ты пошел учиться на трубу, чтобы вот в этом играть? Нет. Ну, честно говоря. Там, наверное, даже не значит. Там это Зимбабве, там далеко очень. Ты из Зимбабвы, я вижу тебя. Нет, я вообще даже из другой страны. Я белорус. Другая страна. Ну, давай перестань. Перестань уже нам дурить голову-то, другая страна. Какая другая страна? Все мы одна страна, братья-славяне. Нравится тебе это все хозяйство? Да, да. Понимаешь, какая штука? Здесь-то я понимаю, с Виктором проще. Он человек миссией занимается. Он учит всех вас, как, в общем, классику любить. А ты-то чего? Я в процессе этой миссии. Клево. Спасибо тебе большое. Панк-оркестр The Fish. Очень рекомендую познакомиться с их творчеством, потому что, как всегда говорю, в программе «Живые» не бывает случайных музыкантов. Отбор у нас и отсев очень жесткий. Я бы сказал, даже иногда бывает жестоким. Часто бывает. Чаще всего, кстати, чаще занимается отбором Юли, конечно. Чаще всего музыканты, которые мало из себя что представляют, ну, вот так бывает, дико обижаются на отказ. Дико. И начинается какая-то нелепая идиотская переписка. Почему вы нам отказываете? Ну, потому-то, потому-то. Нет, вы не правы. Нет, мы играли на разогреве аж у «Металлики». Просто «Металлика» была в Лондоне, а мы дома. Но мы играли на разогреве. Это уже не имеет значения. Вот удивительная черта все-таки у людей, которые мало чего из себя представляют, доказывает, что они явно выше других и лучше других. Но вам-то отказа на небо, правильно? Да. Значит, совершенно верно, правильно. То есть, корректно. То есть, все хорошо. Болит. Андрей Трухин пишет. Трухин, скорее. Название группы точно где-то слышал. Ну, видимо, на слуху уже название. Но творчество как-то мимо проходило. И по анонсу уже понял, что это будет отлично. Две песни пролетели, только утверждаюсь в своих ожиданиях. Доброе. Пишет Андрей. Ну, тут либо Украина, либо Беларусь. Значит, у них не только классический скрипач. У них еще и политика трезвости в группе. Пишет Кристина Шаревич. Респект. Так, а вот эту тему мне не нравится. В смысле? Во-первых, слово политика меня не устраивает. Ну, политика и назвал человек так. То есть, у нас такие обстоятельства. А трезвость, это, мне кажется, уже болезнь. Да? Ладно, об этом позже. Давайте споем. Что будет? Мы споем песню, естественно. То есть, если мы были сегодня на каком-нибудь танцевальном представлении, то наверняка мы станцевали песню. Но сейчас мы ее споем. Как называется? Называется песня «Кисар и Безая». В одно слово вот так. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Пант, конкестр, Зе, Фиш. Пант, конкурс. Мы с тобою так мало знакомы, понимаю, Но ты стала для меня как родная. Не могу отпустить тебя и на минуту. Между нами любовь — это круто. Солнышко, родная, Ласточка моя дорогая, Девочка моя зеленоглазая, Акиса-рыбазая. Солнышко, родная, Ласточка моя дорогая, Девочка моя голлоглазая, Акиса-рыбазая. Комоу, е! Па-па-ра-па, Лапа-па-па-ра-пай, Да-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я сварю драматную кашу, Без комочков постираю для тебя, Футболку и носочки, И тихонечко тебя на работку разбожу Нежно-нежно пушка, жужу-жужу Солнышко мое родное, ласточка моя дорогая Девочка моя зеленоглазая, а киса рыбалзая Солнышко мое родное, ласточка моя дорогая Девочка моя, ты горе-глазая, а киса рыбалзая Давай за колики, давай Знай, когда я увидел этот мир Он перевернулся с ног на голову Забели птицы вокруг, солнце стало светить ярче И что-то колыхнулось в груди, честное слово Солнышко мое родное, ласточка моя дорогая Девочка моя зеленоглазая, а киса рыбалзая Катя Рималзая, а киса рыбалзая Солнышко мое родное, ласточка моя Солнышко мое родное, ласточка моя дорогая А и в своих колыбельных пела именно эти песни Нет, я против ничего не имею Просто как-то так навеяло сразу Жуками пахнуло Ну не Битлз, я не об этих жуках Немножко другие Что подскочил-то? Согласен, он говорит, главное, чтобы не клопами А, ты о коньяке сейчас? Нет, я просто... А, это о реальных клопах? Ну это же мерзость Зачем вспоминать сейчас вот такую гадость? Транслирую просто Танк-оркестер Зефир здесь сегодня И здесь тоже есть такие интереснейшие цитаты К примеру, хорошая музыка, буду слушаться в течение эфира Группа для меня новая, но близкая по настроению Своим спасибо за звук Давай скажем спасибо за звук Сергею Дивальскому Мастеру своего дела Маэстро звука Но, Сережка, с этим согласен всегда Когда я говорю, что как бы классно не работал звукорежиссер Если музыканты играть не умеют, что он там выкрутит? А это, прежде всего, говорит о том, что и вы сами Создаёте правильный качественный звук Который ему нужно только уже донести Ну, как и так, только Ну, конечно, с трудом Он посидел на этой работе Конечно же, донести до ушей аудитории программы Итак, двинемся дальше Мне просто сейчас любопытно было бы покопаться вот в чём Ты уезжал, я так понимаю, с родины в Питер Ну, в Санкт-Петербург, не любят Санкт-Петербург Когда Питером называют иногда, бывают, ругаются В Санкт-Петербург по какому поводу? Мне просто понравился город Я там был на 60-летие Победы впервые То есть город сиял, он был отмыт Он был при параде Ну вот Подстрижен, накрашен А ты приехал, такой тамбовский пацан А я приехал, да, я бомлел И решил, что когда я оттуда уехал, то моя душа осталась там И я решил за ней вернуться, чтобы вновь обрести себя Такая история То есть она даже творческая Я так думал, что ты ради учебы, может быть, учиться переехал в Санкт-Петербург? Нет, я бросил учебу ради этого То есть ты бросил в там Ну или учебу бросила меня, как это бывает И переехал в Санкт-Петербург? Да Гениально Гениально, мне кажется, вот каждому музыканту надо поучиться у этого человека Но я доучился, между прочим Так и да? Да Где? В Санкт-Петербурге? Нет, я доучился на заочном отделении А кто ты по профессии имеют по диплому? Я менеджер государственного муниципального управления Ну? Да А что вы так жуть-то не понимаете? Ну, вроде как музыкант, это менеджер, да Подожди, еще раз Я как вам малопонимающим, почему я об этом спрашиваю, сообщаю следующее В этой студии побывало огромное количество музыкантов Среди них заучи средней школы, пожарные, айтишники, бухгалтеры, даже водитель катафалка Я сейчас вспоминаю Наверняка музыканты еще были Так они играли музыканты Я сейчас о коллективах музыкальных сообщаю В которых люди работают по тем или иным специальностям Самый оригинальный, по-моему, у нас был, конечно, водитель катафалка Или кто-то Из Твери Из Твери причем, да На чем играл? Не помните Из Твери Не помню Может быть, возьмем его себе Вот этого я не помню Поэтому всегда интересно, кто, собственно, какой профессией владеет И кто чем зарабатывает на жизни Это бывает забавно Очень бывает забавно Так, привет Ляписа вспомнили, привет На Ляписа похоже Ну, не знаю, я в Жукова скорее вспомнил На Лепса? Чем Ляписа Ляписа, Ляписа Господь с вами Наталья Утина считает, что вы шансончик сыграли сейчас Ну, нормально? Да, вполне себе Чего? Панк-рок такой Панк-шансончик Ну, панк-рок и шансон Нет, панк-шансончик Это панк-оркестр А, вот так То есть мы с тобой по-разному понимаем шансон, судя по всему Да, наверное Понятно Но шансон же здесь не играет Здесь? Я даже, кстати, сегодня присматривал Здесь играют все, что угодно Объявления Здесь играют все, что угодно Мы говорим о программе «Живые», а не о ротации радиостанции Ротация – это одна история Программа «Живые» – это другая Шансон сколько угодно играют Музыканты, играющие рок, вдруг берут и играют шансон Мурку, например Я же говорю о том, что играет, пожалуйста, сколько угодно Чего хочешь Но в любом случае основа творчества уже не шансоновская Она же панковская А почему панки, кстати? В чем вы панки? Ну-ка, давайте Ну, во многом Например, взять, к примеру, тот факт, что мы панки Это во-первых Так, ладно И в-четвертых Ну, тоже смешно Спасибо Что Да скажи микрофон Все в порядке У нас есть несколько композиций Можно сказать, это большая часть нашего творчества Совместного Они написаны в стиле панк Мы их чуть попозже сыграем Мы уже, наверное, пришли к этому Вот следующая песня Как раз будет панковская, да? Ну, да, она будет около такая панковская А кто тексты пишет? Порой, мне кажется, что сам Ктулху пишет тексты Но приходится отдуваться мне за все это Изобразие И музыку тоже То есть и музыка, и тексты все твои То есть ребята, само собой, помогают все это аранжировать А ты уже все это делаешь В том числе, да Понятно Ну, что, лидер? Сплошной лидер передо мной практически коллектива Ну, раз уж ты о панке заикнулся Давай тогда споем Давайте Что это будет? Как называется? Это будет песня про наши любимые города Вот как раз таки о Питере и Москве Хорошо, договорились Как всегда, живой звук В программе живые Панк-оркестр зафиш Погнали Я люблю Питер За Зенит, за Скорб Я люблю Питер За то, что не Москва За противный ветер На двойна, на гневой За ментовские беспределы Сирены, бой Я люблю Питер За Путина За Дурова За почти бесплатная Поревая, куревая За ночи белая За будни серая За промокнут холод Я люблю столицу северную Питер, Питер Спасибо, обожаю Старичь, свините Питер, Питер Шаверма в лобаше Шаверма на Питере Питер, Питер Эй, вы там тусите В своем Озгол-Сити Питер, Питер Открытку Гляньте, Танимагнитик Гляньте, Витчи Я люблю Питер С ночи до утра Я люблю Питер За Леонидград За гитаристов За футболистов За весы снующих по городу Таксистов Салфские улицы И безумно закурить за то, что Все тусуются, мантуются, рисуются За бардак на площадях И в головах бардак Короче, люблю Питер Я за просто так Ведь этот город Один из прекрасных городов планеты И наша песня об этом Дороге еще не до беда Мы все живем здесь, как во сне на наяву Он очень быстро превращается в Москву Страшно Скоро все в Москве жить будем Москва уколен Идите в баню, я и тут всем доволен Москва уколен Амфутация, мораль, без капли крови и без боли Москва уколен Я не был в Москве Хотите верьте, хотите не верьте Москва уколен Но говорят, сюда попадают плохие люди После смерти, уж лучше Питер Питер, Питер Любой подвородник Ходите ссыте, ходите, спите Питер, Питер Зимой пригодится зон, летом реально спасают свитер Питер, Питер Эй, вы не дубите свой город Любите, Питер, Питер Открытку для чатих зданий Магнитик для дяди в Питере Спасибо На здоровье Сколько угодно А вот сообщение целебопытное пришло Ура Одна из моих самых любимых песен Питер, сижу подпеваю Пишет Инна Смирнова Ой, Инна, привет Было бы странно, если бы она не подпевала эту песню Когда муж аккордионист дом постоянно наигрывает Одно за другим произведением Вообще, как ваши родственники? Вот жены, родители, не знаю, девушки любимые Ходят на концерты? Принудительно Сами понимаете, порядки То есть как принудительно? Ну так берем просто и принуждаем Как обычно, принуждают В том числе инструментов много Что-то обещаете купить, да? Или не купить Мне просто интересно, как можно принудить женщину Если она чего-то не хочет Ну, вам не знать Вы же мужчина Секундочку Есть разные вариации Но хотелось бы, чтобы следов не оставалось Мы же говорим сейчас о нормальном Что ты на меня так смотришь? Как принудить женщину, если она этого не хочет? Как уговорить? Ну, как сказать Я не буду петь тебе песен дома, в душу Не буду петь тебе песен Не буду по утрам будить тебя песен Если ты не будешь ходить на концерты Если бы она появилась в жизни каждого из вас Как музыканта На которого она повелась, скажем так Которого влюбилась Тогда понятно А наверняка большинство девушек появилось у музыкантов Чаще всего по другим причинам По другим поводам Что такое? Ну, иди в микрофон, скажи Давай, давай, давай А Женя, скажи Давай Передай ей привет Инночка, привет, очень люблю тебя Ну, так вот На концерты Жену можно сподвигнуть Ходить Ну, во-первых, наоборот Парочку раз петь какую-нибудь хорошую песню Типа как Питер, Питер А потом, хоп И перестать ее петь напрочь А где ты ее еще услышишь? Где? Где? Правильно На нашем замечательном концерте Только так Понятно Все Вот теперь я понимаю Каким образом вы заставляете своих близких Ходить на ваши концерты Вы просто прекращаете петь дома Для кого-то это праздник А для кого-то тяжесть большая Надо пойти на концерт Значит, Ирина Будкина пишет Вот что Привет Группу слышу Впервые, когда звучала первая композиция В воздухе повис запах морского бриза Окутала безмятежность И организм приготовился к двухчасовому релаксу Вторая композиция вернула в реальность Ну, а третья просто разрушила все сомнения Скучно сегодня не будет Вступая в ряды официального сообщества Ну, в общем, сегодня у вас прибавляется поклонников Это круто В общем, ради этого, собственно, мы и работаем Для того, чтобы поклонников у коллектива становилось все больше Кстати, еще один маленький такой вопрос Ну, чисто теоретически хотя бы Вы вообще слушаете какую-то другую музыку Кроме той, которую играете? Ну, так Мне лично, вот для меня стало интересно Вчера вот в поезде слушали песню Алексина, например Кто это? Алексин Ну, такой исполнитель был в 90-е Как раз в школе тоже все учились И дико балдели от него В 90-е в школе учились? Ну, да Ну, да-да-да, не учились Конечно, кто-то учился в 90-е Нет, мы и прогуливали и учились В 90-е кто-то учился в школе Безусловно Окей То есть, в принципе, ничего не слушаете больше Как я понял Как вытекает из этого, извините, ответа Ну, и хорошо Ну, и хорошо Тогда музыкальные цитаты, которые мы слышим сегодня Они не имеют никакого отношения к тем группам Которые когда-то существовали Это просто совпадение Правильно же я говорю? Конечно Правильно Давайте петь дальше Что это будет? Ну, кто-нибудь мне ответит на вопрос? Песня, песня Под названием А давайте не будем объявлять название этой песни То есть, ее все знают? Ну, те, кто знают Это гимн России, что ли? А потом мы объявим А, хорошо Ну, давай так Как всегда С играми объявим Живой звук в программе живые Банкоркестр The Fish здесь сегодня Поехали Ну, просто Ну, просто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 как самоучка образование у меня я музыкальной школе учился по классу саксофона сначала был фагот точнее потом был саксофон ну как до духовой секции при бросовочек спать он сидит улыбается знаете о чем я говорю потому что на западе обязательно второй предмет если ты как бы удар не то у тебя обязательно второй предмет как бы духовой инструмент у нас такого нет к сожалению не знаю почему но вот россия наверно поэтому первую очередь до четко на россию то нет просто другая система образования бугораде ничего там страшного нет я например не 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 меня были никак не смутило если вот и играя на барабанных не играл уже на фаготе мне как-то это даже 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 не трогает внутренне ну не играешь и не играешь бугораде более того я тебе скажу если андрей вдруг бросит свой баритон и сядет за барабаны меня тоже не удивит почему нет это по моим нормально а есть люди которые играют так по чуть-чуть на всех инструментах лучше хорошо на одном мне кажется все таки это было профессионально да уж было правильно да спасибо большое браться вот какая штука у нас с вами немножко времени остается до конца первого часа всем тем кто переживал что это долго все быстро прилетает потерпи терпеть еще немножко времени есть потерпеть да так вот есть просьба и просьба не знаю какая у вас по плану следующая песня но что-то вот мне чучка моя подсказывает что она будет правильно эта песня дело в том что сегодня у администратора радиостанции свое радио лизы лизоньки кругловой совершенно очаровательная девочка которая с нами достаточно давно была просто слушательница в свое время которая ну как бы как это прилипла да и вот мы взяли в команду и теперь надежнейший человек лиза выгляни пожалуйста я хочу говорить глядя тебе в глаза она сейчас как администратор сидит там за стеклом сейчас пока смущаясь подойдет к стеклу вот она солнце наше с днем рождения тебя дорогой наш человечек дайте бог всего-всего-всего любим тебя нежно это лиза круглова да так вот может быть какая-то из песни которые можно было бы посвятить этому светлому человеку она не очень по образованию да подожди было будет в новой ты мир про южиков что ли нет кисарабазая кисарабазая тоже рыба рыбовато немножко она девушка из другой категории она у нас культуролог культуровед она куку и искусство искусствовед по образованию сейчас продолжает между прочим учиться дальше человек тонкой я сказал такой душевной организации поэтому как там катеребазая киса рыбазая катеремизое но это если она бухнет сильно а так нет она человек гораздо более я тебе сказал высокого полета не выглядывается внутри не выглядывает летает да может быть какую-нибудь песню нежную добрую тонкую изящную посвятим лизе было бы наверное и приятно я думаю что чуть позже эта песня будет у нас вот сейчас пока что очень поменялись это хотели знаете прям по полупить может быть она сама скажет может быть она скажет я думаю вряд ли вы знаете даже быстро есть и грубая песня пойдет может быть у нее настроение сейчас такое под вечер хочется ты хочешь посвятить лизе песню грубоватого характера хорошо лиза ну ты милая отчеркни тут как-нибудь 7 на какой культуролог пишет она ну понятно из искусствовед извини искусствовед и культуролог на мой взгляд это люди близкого в общем полета все занимаются общим делом ну ладно тогда будем считать что эта песня будет посвящаться лизе она сама решит нравится этот подарок или нет а это значит что будет у вас чай или кофе или вода в следующем часе или не будет давайте же есть гулять так гулять пишет лиза но давайте жесть что это будет за песня спасибо родная что это за песня как называется песня называется будь готов а кстати как прошлое назывался а прошлое называлось каждый день она просто была с небольшим таким вступлением людей обещал потом название да каждый день называлась предыдущая песня это наша любимая песня была как в общем-то и все остальные следующая песня называется будь готов пионерская как всегда живой звук программе живые здесь сегодня панк оркестр зафиш поехали и в этом городе так мало солнца и так многому сторон и каждый сам из самозолнца бьется и ты тоже будь готов будь готов будь готов всегда готов будь готов будь готов будь готов Пусть я взял свою шансу, что вдали нервников Будет трудно, будет очень жарко, так что в разы будь готов Будь готов, будь готов, будь готов За кусок блестящего металла Сильно берусь его в угоду И крышу отсутляемся в дьявол Будь готов подать свое это сердце Для растерзания собака И до самой старости до смерти Будь готов встать под горно-рока Будь готов, будь готов, будь готов Будь готов, будь готов, будь готов Будь готов, будь готов Будь готов, дорогие друзья Всегда готовы Так принято было отвечать в свое время Когда мы с тобой учились в средней и начальной школе На будь готов всегда отвечали, всегда готов Но по-другому никак было нельзя И как-то я вспомнил фишку, да, чем похож А нет, чем отличается пионер от сосисок Сосиски, а пионер он всегда готов В этом смысле 46-47 это короткий номер для смс Сначала свои, пробельчик, а дальше уже Все, что хотели бы адресовать коллективу Сегодня здесь в студии В программе живые панк-оркестр The Fish Мы теперь чем дальше, тем больше понимаем Почему они себя считают панками В общем, совершенно справедливо И я думаю, что подарок Лизе понравился Ну, просто потому, что она сегодня Она сегодня готова, мне кажется К зажигалову Все же Да, и много чего надарили Тортиков, куколок, цветочков Ну, о спиртном я умолчал Безусловно, она сама затарилась, как я понял Что касаемо футбольного фанатизма Вот Михаил Шершал спрашивает Парни не футбольные фанаты в случае Мы не футбольные фанаты, мы, наверное, любители футбола Ну, отчасти здесь непременно найдется пара-тройка добрых молодцев У нас есть своя футбольная команда, скажу так Скорее, как своя? Да, вот мы сейчас собрали свою футбольную команду Она называется The Fish Football Crew Ну, у вас девять, в принципе, еще двоих не хватает И полная команда, действительно А кто еще тогда играет в футбол? А играть фанаты, наши фанаты группы А вы на трибунах, это очень хорошо А мы тоже поигрываем Это очень хорошо Принимаем участие, ну, такое, пассивное Мы создали команду, мы на трибунах наблюдаем Скажем, дух поднимаем Круто Круто, круто Круто Тот тоже любит футбол, действительно Но он за него платит, а вы нет Про Абрамовича речите Я про Абрамовича, конечно, безусловно Деньги в пустоту, абсолютно Ну, хотя ему он тебе может это позволить Так, значит, Амит Табха пишет Гамарджоба, братва А живое Харе Кришна, хэви металл Сижу на флэту у Димки Кука В добром безмолвии А тут оркестр Славь и пой, братко Димка Кук, ну, собственно говоря, тебя так называют Да, да, погонял А что значит флэту, где там на флюктуру? А он у меня там в гостях Ааа Друг приехал из Тамбова в декабре Погостить на пару дней То есть пока гостит Да В Москве так бывает? В Москве Ой, знаешь, в Москве не так бывает Не так бывает В Москве бывает человек уехал Идешь по улице, а он тут Причем ты знал, что он давным-давно уехал А он, оказывается, все это время Находил в соседнем подъезде А ты знать не знал, что он живет рядом с тобой Так что всякое бывает Город большой Хотя иногда бывает такое ощущение Такое маленькое, крохотное Что все Да Как-то сходится в одном и том же месте Вот как, например, в эфире своего радио Так тоже часто бывает Так Значит, Ада Ада Кротова пишет Скашников на сцене много А вот с духовиками Хорошими нынче проблема Можно у группы поинтересоваться Где они своих ребят брали? Почем, то есть? Ну где сначала? Подожди, следующий вопрос Почем? А пока где брали? Ну то, что ребята учатся Или отучились Или все учатся? Давай, ну можно по-серьезки рассказать Давай по-серьезки Эфим, расскажи все Как они попали в коллектив? Ну давай, давай, давай Ну не стесняйся Ну что, заявку писал Хочу играть в вашем коллективе или что? Нет, заявку не писал Дима уже во второй раз Позвал играть в коллектив Вот, в принципе У нас бывает, как у влюбленных Мы ссоримся, расстаемся Потом, дайте Да Ну, хотя бы имущество не делите? Нет И то, и то хорошо А ты чего заканчивал? Я заканчивал педагогический университет А тромбон? В городе Казани А тромбон чего? А тромбон мне достался как-то так в наследство После откоса от армии Получилось так Хотел поступить на барабаны Поступал на трубу Поступил на тромбон Вот такая вот заварушка Слушай, какой барабан и все-таки уникальный инструмент Да Какой уникальный инструмент барабана А музыкалка была по фортпиано Обалдеть Как-то так Обалдеть Ну, спасибо большое В общем, как-то так вот вопрос задан Как где брал? Ну, как брал? Обычно я тоже не знаю, как музыканты могут ответить на подобные Ну, как-то сошлось все Слилось воедино Это же бывает чаще всего случайно просто Так не найдешь человека Вот, я хочу вот этого музыканта к себе взять А он уже в трех коллективах топовых играет И что мне с этим делать? Ну, рано или поздно найдется тот, кто играет не хуже, а то и получше даже Надо закрыть час чем-то Что это будет? Хип-хопчик И вы и это можете? Самодельный такой, да Как называется? Называется Рок-н-ролл жив, а мы еще нет Ну, и сообщаю тем, кто может быть не в курсе Что после этой песни мы уйдем на небольшую Пяти, там, или сколько, шестиминутную Нет, пятиминутная, скорее, пауза Послушайте программу «Шибанут» с Сашей Шибановым Ну, и блок анонсов эфиров своего радио А мы пока что зажигаем Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошли времена хип-хапа, металлу, хардкора и трапа Трип-хопа, дабстепа, постгранжа и джаза шансона Прошли времена Как Дракулу полной ночи Как Путину олимпиады в Сочи Мы ждали этого звездного часа Когда высияют наши имена Когда наши песни станут попсой Словно цоя песни Элвиса Пресли Но честно Мы мечтали лишь занять в этом мире место Чтобы как Урткабен или Беннинтон Честер И еще миллионы или Ждали, пока окажемся на гребне волны нашего стиля И вот оно, это время настало Настали мы так старые, усталые Все еще в родине рок старые Даже еще у Сафира Тару На разогреве не рвали струны И не взрывали хитом интернет Мы лишь твердые корды Рубим в четыре аккорда Остались в лес Рок-н-рол жив, а мы еще нет Рок-н-рол жив, а мы Мы пробираемся сквозь саму антеграун И видим в конце тоннеля свет Рок-н-рол жив, а мы еще нет Эй! 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 У нас было столько сил, что нам позавидовали бы титаны Мы также мечтали о фестивалях, типа нашествия или кубаны Разные страны нам снились ночами Джик Дэниел, селка, яхты у причала Хочала, чтоб музыка наша там с пол ожидания зала Как минимум, а лучше Петровский или площадь, на которой зимний дворец Ну ли, быть может, чуть попроще, есть какая-то уже на худой конец Мы ждали все, когда же появится тот самый загадочный человек, что всех нас возьмет за яйца Но волшебник и все нет и нет, тем временем, время нещадно неслось с горизонта Но так не сбывались наши мечты Банды, осколки той теплоты, той звезды, что цветила из темноты Мы с надеждой смотрели всем нашим кумирам Затылок из блокно шептали вслед, мы верили, что рок-н-ролл жив, а мы пока еще нет Рок-н-ролл жив, а мы еще нет Рок-н-ролл жив, а мы Внимание, после этого припела будет еще один дурацкий куплет Рок-н-ролл жив, а мы еще нет Эй! 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 Эй Гув жив, Баб жив, Мотур жив Кур жив, Джим жив, поп жив Будто жив, жизньITY жив Пакс, Нолдед, рок жив А мы еще нет, рок н ролл жив А мы еще нет Рок н ролл жив Но мы, нам уже всем так дофига лет Рок н ролл жив Но мы, ааа Ну что, давайте продолжим. Напомню, сегодня в программе «Живые» на своем радио панк-оркестр «The Fish». И так как пауза была долгой, затяжной, народ волнуется, нервничает. Нужно начать сейчас чего-нибудь из вашего репертуара. Что это будет? Песня называется «Пробуча». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Классик. Вы же понимаете, он должен выйти под аплодисменты. Один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята и девчата, любите друг друга, цените друг друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только ты ушла, жизнь потеряла смысл. Мне не собрать слова даже с твоих кошмарных мыслей. Любовь твоя прошла, любовь твоя прошла так быстро. Стук в двери показался мне сильнее выстрела. Ты бросила меня, а так не поступают с близкими. У меня боли груди уже чуть выше левой сиськи. И слезы на ресницы в моих повисли. Знаешь, я уже всерьез стал задумываться. А самоубийство, а помнишь, как любили мы с тобой? Будто, будто кёрл, будто бы обои. Боже, как же нелюбка, ни курича. Суть попростула в Санкт-Петербургского пуча. А помнишь, как любили мы с тобой? Будто, будто кёрл, будто бы обои. Боже, как же нелюбка, ни курича. Суть попростула в Санкт-Петербургского пуча. Я в комнате лежу, одна глаза закрываю Мне в этом доме все о тебе напоминает И наши фотки с концерта Земфира в мае Единственная в доме книга Сергея Минаева Любовь твоя прошла, прошла безвозбранно Эти все обладнения не вернуть обратно На сердце остались лишь стердные пятна И в углу пырится наш любимый бедратор А помнишь, как любили мы с тобой Будто, будто, кёрл, будто бы обои Боже, как же нелегко и горяча Судьба простого санкт-петербургского пуча А помнишь, как любили мы с тобой Будто, будто, кёрл, будто бы обои Боже, как же нелегко и горяча Судьба простого санкт-петербургского пуча ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еду на край света и подойду к обрыву Нет, я серьезно, вообще не шучу, я прыгну Только лишь допью свою половину пива Вспоминая, как звали, закончишь жизнь красиво Моя человек, я любить способна Но только лишь тебя, а никого угодно Пусть я не мужик, не волосатый, не вонючая, как лапуча Так умру пуча А помнишь, как любили мы с тобой? Будто бы ты горло, будто бы обои Боже, как же нелегка и горяча Судьба простого Санкт-Петербургского пуча А помнишь, как любили мы с тобой? Будто бы ты горло, будто бы обои Боже, как же нелегка и горяча Судьба простого Санкт-Петербургского пуча ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Всегда пожалуйста. Панк-оркестр The Fish, так называется, плитки, которые здесь сегодня в программе «Живые» жжет. И это у нас, получается, предпред последний эфир в этой студии. Я в данном случае имею в виду, конечно, программу «Живые». Закроет, ну, получается так, закроет историю программы «Живые» из студии своего радио на улице Сочинской. Это тоже питерская команда «Ангел небес». Вот как так сложилось, что петербургцы, а перед этим будет завтра луна. Соответственно, как-то так у нас ударненько заканчивается неделька. И ударненько заканчивается история программы «Живые» в студии своего радио на улице Сочинской. Дальше она пойдет, продолжение свое найдет в студии на улице Докукина. Как нам везет с названиями, я тебе скажу. Улица на улице, да, студия на улице Сочинской. Почему-то ее «Сосинской» все пытаются называть. Ну, понятное дело, когда петербуржцы могут так ошибаться, москвичи вообще удивляет на самом деле. Ужас Докукина, я думаю, там ошибок не будет. Докукина не скажешь. Как мне кажется, это еще смешнее. Мое почтение звукорежиссера «Звук шикарен» Александр Ярославцев написал. Это твой коллега Александр Ярославцев, который в этой студии не так давно, буквально вчера, рулил очередную группу, почему женскую группу. Комплимент от коллеги. Серега покраснел, по-моему. Это приятно же, правда? Когда коллеги делают комплименты и реверансы такие. Слушайте, вот что мне действительно стало интересно сейчас. Ну, понятное дело, с одной стороны, этот вопрос зачитывать даже странно, который написал Дмитрий Винник. Но, с другой стороны, есть в этом вопросе некий подтекст. Я думаю, что этот подтекст я почувствовал. Он спрашивает, хочу... Он задание дает. Хочу дать задание вам. А сможете доказать, что панк-рок не бесполезен сейчас? Я не очень понимаю, на самом деле, что имеет в виду в данном случае Дмитрий Винник. Но, как я понимаю этот вопрос, я его перефразирую. Не надо ничего доказывать. Но, как минимум, есть ли аргументы за развитие музыки этого жанра в России? За дальнейшее развитие. У нас конкретные аргументы. Ну, конечно, вы же играете эту музыку. Честно, я даже не был готов к такому вопросу. Бывает. И для меня это некая неожиданность. Я думаю, почва есть для всего. Все циклично, все возвращается. Все модные стили когда-то. Будучи модными. То есть, и уже на сегодняшний день перестав им быть. В дальнейшем вполне себе могут вернуться. Дмитрий Смирнов наверняка знает ответ. Да, я знаю ответ. Конечно же, будущее у панк-рока, в том числе на российской сцене, несомненно, есть. Почему оно есть? Потому что, например, покуда существуют команды, которые даже в этом жанре могут предоставить публике что-то интересное, какие-то ответвления, какие-то гибриды панк-рока, с чем бы то ни было. Вот, как мы, например. Несомненно. Группа-гибрид. Да. У этого стиля есть будущее. Наверное, в первую очередь гибрид, а потом уже группа. Хороший ответ, достойный ответ, спасибо. Ада спрашивает, девять человек в коллективе, не бывает ли проблем с таким большим количеством музыкантов? Всем всегда удобно приходить на репетиции, приезжать на выступления. Места на сцене всем ли хватает? Номера в гостиницах, на гастролях всем ли достаются? Это стимулирует, да, стимулирует выбирать сцены побольше. Так можно ответить на этот вопрос. Да, и гостиницы-то же пошире. Ну, то есть тебя это не смущает, насколько? Нет. У нас бывает и побольше людей. Нет, понятно. У нас еще вокалистка есть, диджей. Трудно ездить же. Трудно. Бывает трудно жить некоторым людям. Жить всем трудно. Только одни признаются, в этом другие нет. А что касается концертов ближайших? Ближайший концерт. Всем, вот это такая с доготовочка домашняя, могу признаться. Всем, кому не понравилась наша музыка, мы можем порекомендовать не приходить на наш концерт 13 апреля в клуб Джаггер. В Петербурге, соответственно, клуб, ресторан Джаггер. А всех остальных милости просим. Туда же? Да, туда же. Ну, я подумал, может быть, у вас концерт завтра в Москве? А вообще, можете заглянуть на наш сайт zee-fish.com и посмотреть наше ближайшее выступление. Или в группе ВКонтакте. Иными словами, вы приехали сюда сыграть в программе «Живые», а не с «Аказией», к примеру. Нет, конечно. Спасибо вам за это большое. Исключительно. Ну, раз предоставилась такая возможность, почему, как говорится, и не. Спасибо, нет, это правда приятно. Спасибо вам. Это нам льстит на самом деле. Так, народ пишет уже про ударение теперь. Ну, да, ну, ошибаются люди, что делают. Всяко бывает, на самом деле. Как же, сейчас к конечку, вспомнить бы слово «забыл». Вылетел из головы, как часто люди ошибаются в таком понятном и простом слове, что, в общем, даже как-то забавно. А Кожух, например, да? Говорят Кожух. Вот убейте человека. Ну, почему Кожух, если станция метро даже Кожуховская? Уже подсказка есть в Москве. Уже есть подсказка. Человек все равно Кожух и Кожух. Ну, тема языка, в общем, лучше ее не трогать, потому что здесь много разных, как Дайвич Смирнов сказал, ответвлений. Специалист, как сказал, здесь много разных, которые на эту тему легко поспорить. Да. Вот еще тоже интересная штука. Музыка – это смысл жизни. Я уверен, что любой музыкант так и ответит, потому что музыка – это творчество, творческий процесс. Кому-то не хватает самореализации, к примеру. Если мы говорим о человеке, занимающемся офисной деятельностью, он занимается музыкой. Но для кого-то музыка – это не просто смысл жизни, это беда. Ну, в каком смысле беда? Все сыграно, все придумано. Давно, до нас. И стилей столько, и жанров столько, что, в принципе, ничего нового, пожалуй, уже найти невозможно. Ну, может быть, только с появлением новых технологических каких-то приблуд на гитару повесил, и она стала петь за тебя. Ну, к примеру, да, и вот ты стал первым исполнителем, который не поет, открывая рот, а просто наигрывает на гитаре, а гитара за него слава произносит. Ну, бог его знает, всякое такое может быть. Но, тем не менее, люди, которые занимаются творчеством, это как и в театре, как и в кино, как человек театральный, просто это знаю хорошо. Уже тоже сыграно все. Сказано, казалось бы, со сцены все. А все равно люди идут в театральные вузы, потом выходят на сцену, идут к камерам, опять же, если это кино. Но там есть еще интересный посыл. Это жажда славы. А вот для музыкантов, что главный стимул в их деятельности? Ну, для вас? Жажда славы? Всероссийской хотя бы известности? Узнаваемости? Побочный эффект такой. А в первую очередь, конечно же, у нас есть определенный месседж. Мы занимаемся этим, чтобы доставить его до слушателя. Ты давай вот это не плавай в ответе. Месседж ты, дослушатель доносишь. Я все это понимаю. Как сказал Шнур в свое время, отвечая на вопрос, зачем же вы так пел-пел, а в конце взял и выматрился. Так вот ради этого слова ты песней писался, да? Конечно. Это месседж, ты считаешь? Ну да. Ну, лабутены это месседж. Ох. О, что он свое. Да. Ну, лабутены, по-моему, тут все ясно всем, каждому. Лабутены это посыл, начнем с этого. Причем прямой и конкретной. И, в общем, по адресу. Слал меня Серега. И всех, да. А дальше надолго. Что все же? Что? Ну, что тобой движет? Движет разное. Вот, например, однажды мне песня приснилась. Даже не однажды. Такое случалось целиком. С аранжировкой? Ну, практически. То есть бывает такое, что, честно, я однажды, когда проходил отбор на медкомиссию, проходил в армию, мне психотерапевт сказал, что лучше не спешить с такими выводами. Вот, насколько могу быть откровенным, но честным. Ну, психотерапевт должен быть у каждого. Но, тем не менее, психотерапевт, который тебе это сказал, был, скорее всего, не твой личный психотерапевт. Нет, не личный. Понятно, почему ты сказал такой вопрос. Общественный психотерапевт. А что он имел в виду, или она? Она имела в виду, чтобы я не рассказывал об этом никому. То есть кто-то может это не понять и наверняка не простить. А можно тогда я тебе задам конкретный вопрос? А что именно она просила тебе не рассказывать? Ну, вот то, что снятся песни и какие-то симфонии там снятся. А у психотерапевта есть свой психотерапевт? Что у нее не спрашивают? Ну, может быть. А если человеку снятся цветные сны, то он почти шизофреник, да? Так говорят. Но я тебе скажу, не шизофреник вовсе. Не знаю я, что сказать твое, ответить на это твоему психотерапевту или общему психотерапевту. Но люди творческие очень часто видят. И если ты певец, музыкант, и песни во сне, а актеры видят решение своих ролей полностью и целиком во сне, потому что человек озабочен этим, мозг работает в этом направлении. Так что шизофренику привет. Я имею в виду психотерапевт. Но вообще песня помогает жить и строить и так далее. Все помогает делать. Хочешь анекдот расскажу по этому поводу? Хочу. Старый советский. Классный анекдот, кстати. Улица. Ну, обычная улица, пригород какого-то достаточно крупного города. Ну, допустим, Москвы. Стоит огромный дом, огромный, трехэтажный, да весь из себя в мраморе, да воротище трехметровое. И на нем табличка. Нам песня строить и жить помогает. Кто пел эту песню, помнишь? Ты помнишь? Кто пел песню нам песню строить и жить помогает? Не помню. Салада. Чего? Интеллектуальный клуб. Что, где, почем? Ну, многие пели, ну, к примеру, Бернес. Да? Допустим. 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 С языка снял. Вообще, Утесов пел эту песню, конечно. Нам песня строить и жить помогает. Да, огромный дом. Дальше идешь по улочке. Стоит старая хибарка такая, полуразвалившаяся, с гнилой крышкой, как у гроба уже практически. Ворот нету, все в таком запустении. И табличка везет. А где же мне взять такую песню? Понимаешь, да, о чем я? Приснить. Не-не-не, заработки есть от музыки? Да, как сказать-то, всякое бывает. Ну, такой вопрос, по-моему, в лоб такой. Конечно, в лоб. Вот Смирнов, например, аккордеонист, он зарабатывает музыку. На свадьбах и похоронах, да, это понятно. В метро играет, на улице играет. У него шикарные есть вирусные видеоролики, где он поет на обаяние гражданскую оборону. И прохожие приходят в восторг от этого. Особенно те, которые знакомы с творчеством Егора Летфа и соплеменников его. Ну? В том числе, конечно, бывает всякое. Бывает, мы помогаем кому-то даже зарабатывать музыку. Что это имеешь в виду? Ну, как, что имеешь в виду? В прямом смысле мы помогаем кому-то зарабатывать. Ты для кого-то сочиняешь песни? Почему для кого-то? Я просто сочиняю песни. И кому-то помогаешь зарабатывать. И кому-то выходит так, да, мы играем эти песни, ну, бывает же всякое, в клубах играем. Мы же пока еще далеко неизвестная, непопулярная группа. И вот случается такое, что и в барах, и в клубах играем. И люди приходят. Ведь и тратят свои деньги, и мы помогаем зарабатывать этим. Ну, так долго отвечал на простой вопрос. Надо было сказать, что нет, музыка не помогает зарабатывать. Ребята сделали в мою мозгу винегрет. И теперь сижу, смотрю, слушаю и глупо улыбаюсь. Могу дать вилку, кстати. Пишет Дарья. Сергей Маляев написал. Привет, сегодня очень интересное знакомство. Когда я слышу современный панк-рок, мне обычно сразу плеваться хочется. Но бывают приятные исключения. Например, сегодня. Хотя, мне кажется, они не очень-то и панки. Пишет Сергей Маляевин. Ну вот, я об этом сказал в самом начале. Но какими-то элементами своего творчества вы уже несколько раз, ну, как минимум, попытались доказать, что вы панки. Хотя зачем это доказывать? Скорее, ска-панк-группа, скажем так. Возможно. Кажется мне, что все-таки больше здесь упор на скам. С элементами техно и классической музыки. Да-да, конечно. Классическая музыка. Естественно. А классика так у вас просто шикарная классика. Я думаю, что вам одеваться можете как хотите, а его надо выпускать обязательно в смокинге на сцену. Не, не в смокинге. С этим фрак, это называется. С хвостом-то. Вот, да. Во фраке на голое тело бабочка. Очень круто будет, между прочим. А что дальше-то? Какая песня будет? Дальше песня будет спокойная. Во время ее прослушивания можно будет о чем-то подумать. Как называется? Она называется «Пой за ратустро». Я имею в виду голое тело по поясу, не переживай. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Панк-оркестр The Fish здесь сегодня. Поехали. Поехали. И свет в его глазах меня зовет и манит за собой. И жизнь на волю променял, так пой же песню. Пой, пой, пой. Пой за ратустро, пой, пой, пой. Пой про мир людской, про людьм мужской. Пой, зарабду с тропой, пой, пой Я буду петь песню вместе с тобой Пой о том, что ночь длиннее дня Пой между небом и землёй Ты жизнь на волю про меня утрой Пой же песню, пой, пой, пой Пой, зарабду с тропой, пой, пой Пой про мир людской, про люд мирской Пой, зарабду с тропой, пой, пой Я буду петь песню вместе с тобой Пой песню без отдыха и в снах Пой вечно сказочный герой Я жизнь на волю променял, ну так Пой же тихо и послушай меня Если свет уйтем, не остановись Пой, если смерть прилет к тебе щекой Пой, если птицей летишь над водой Пой, если тучей стеной над головой Пой, если палец у тебя рукой Пой, если соль в глаза горой большой Пой, если поросла душа твоя травой То моя с тобой Пой, пой, пой Пой, зарабду с тропой Пой, пой Про мир людской, про люд Пой, зарабду с тропой Пой, зарабду с тропой Пой, я буду петь песню Вместе с тобой Только вместе с тобой Аплодисменты Аплодисменты Если уж так-то, да Честно, немножко всерьез Ко вдруг хочется с вами Чего вдруг, не знаю Почему с вами Ну как-то так получилось На сегодняшний день Я повторяю Не повторяю Я возвращаюсь к этой мысли Уже не в первый раз В музыке российской Ну еще год тому назад Я это наблюдал Сейчас как-то стало полегче Слава богу Может быть просто потому Что мы погрузились полностью То есть головой Вещание радиостанции Свое радио Но тем не менее Был швах абсолютный Что я имею ввиду Появляются, к примеру Какие-нибудь проекты На телевидении Типа народного артиста Все Хоры там какие-то Смотришь на человека И понимаешь Да, поет клево Вот реально Голос роскошный Берет его под себя Какой-нибудь продюсер Не продюсер Вот именно Тот, который сер Какое-то время спустя Этот человек То ли исчезает вовсе То ли просто отколесил Там бабла накосил На волне этого проекта И И посчез Либо начинается Что-нибудь Такое типа бис Да, такая Группа была такая Двое этих Из ларца Одинаковых Скажется Да Ну в смысле Я понимаете О чем я А музыки нормальной Реальной Практически не существует Вот замечательный коллектив Надеюсь Он еще есть Называется Коллектив Иванов Браун Вельвет В прошлом Из Гомеля Между прочим Белорусская группа Потом они стали Иванов Они у нас были В Браун Вельвет Реинкарнация Потом Иванов Сашка Иванов Молодой Замечательный Длинноволосый мальчик Который победил В пяти звездах В каких-то битвах хоров И так далее Теперь его взял под себя Один из наших Российских Известных Продюсеров В прошлом Игравший на клавишах В группе Пушкин На секундочку Бывал Да Причем какая группа Теперь он занимается Вот тем чем он Занимается И вот мальчик Иванов Подающий надежды Как рок-музыкант Едет за Беларусь На Евровидении Он просто И белорус И будет петь В голом виде С волками Я конечно понимаю В этом ходе Что-то есть Я же предлагал Уже полуголову С волками жить Поволчевый Я все понимаю Но у нас Чем дальше Тем больше К сожалению Даже классные музыканты В погоне за Не хочу конечно Саню обвинять в этом Но кажется мне Что в этом Есть доля правды В погоне за некой Птиминутной славой Популярностью Или за бабками Уходят от себя По-настоящему себя А потом говорят Что вот я нашел себя В этом Хрен там Я не верю Если человек Начиная с молодых ногтей Под руководством папы Потому что папа Виктор Иванов Он собственно И гитарист в этой группе Тоже Иванов Это целый состав Семейный Тащил мальчика Вместе с Кухой Шустаревым Кухой Шустарев Это группа Пушкин Опять же Тащили в роковую сторону А в итоге появился Дробыш Который тащит Теперь в сторону Попсовую И с попсовой стороны Побеждает Так вот Даже сейчас это случается Хотя год Полтора-два назад Это было на каждом шагу С хорошей живой музыкой Ну в общем Как мне казалось Проблема Сейчас кстати стало лучше Потому что больше музыкантов Интересных стало появляться Вообще в принципе На горизонте И слава богу Что есть теперь где Их представлять Этих музыкантов Мы делаем это с удовольствием И с радостью Но Вы то понимаете Что вы занимаетесь музыкой Которая Ну как правильно сказать Некий симбиоз Ты верно сказал Да Некий симбиоз Разных-разных Разных-разных Стилей и направлений Музыкой Которая не даст вам Возможности Стать Ленинградом Да Сейчас имею ввиду Супер популярными Потому что Те появились На гребне Своей какой-то В своей нише Неожиданно Через Чуть не сорвалась Маму Которая там И через И так далее За счет всего этого Нецензурного По сути дела Лексикон Потому что играют Они играли Никогда не лучше других Группы Дистемпра Которые На два года Больше существуют И играют куда круче Ну это отдельная тема Для разговора Вот за счет этого хода Они вдруг стали известными И Шнур стал богатым В прямом смысле человек Духовно И духовно тоже Кстати он учился В духовной семинарии На секундочку Так это вот На всякий случай Чтобы вы тоже Об этом помнили Как человек Все-таки жизнь ломает Да Так вот Ты же понимаешь Что супер популярными Вам стать не судьба Не потому что вы плохие Ну тогда пойдемте отсюда Ребята Не-не-не Не потому что вы плохие А потому что Так складывается жизнь Позволь Дима Сейчас скажем Когда в театральном вузе И 16 человек Заканчивающих курс Театрального института Не то чтобы известными Но хотя бы Хотя бы узнаваемыми Становится один-два А остальные В общем растворяются Ну это нормально Это к сожалению история Это к сожалению Статистика такая Но в вашем случае Вы же играете музыку Которую играют сейчас Все Ну если не все То многие Нет Вы играете ее клево Чего хотел сказать Чего хотел сказать По этому поводу Давай Ее конечно играют Все Но мы играем Действительно клево И в общем я Рассчитываю на то что Я понимаю То что вроде бы Это кажется Какой-то тупик Раз играют все Но я думаю Что мы таки сможем Выкопать себе Какую-то свою нишу Как когда-то Может быть Я сделал Ленинград Или еще кто-то Но в общем я уверен Что у нас Это точно получится Но поэтому Уважаемая публика Как вы все помните Номер короткий 46-47 Еще есть чат Вот И например У меня есть такое пожелание Я очень хочу попасть В ротацию На своем радио Потому что действительно Очень круто Поэтому ну Вы пишите отзывы Если мы вам действительно Нравимся Помогите нам В этом нелегком деле Спасибо Я теперь точно знаю Что он играет На улице в шляпу Он умеет Жалостить публику Умеет это делать так Что отказать ему Практически невозможно Я не знаю Какая будет сейчас песня Но почему-то И тут чучка Мне подсказала Та самая Которая мы с тобой говорили Да Да Та самая Вот поэтому я тебе Этот вопрос задал Предварительно Чтобы в конце концов Сделать вывод Споем ту самую песню Вот та песня Которая я рассказывал Она приснилась Частично Потом вот Вышло так Что мы приехали сюда И решили ее спеть Называется песня Не хит Это наш первый Первый честное призвание Первый не хит Да наш Панк-оркестр Зафир здесь сегодня Поехали Сколько угодно Если не хит Так что мы можем ждать Сколько угодно Смысла же нет Поехали Эта песня Есть, пожалуй Всем признаки хита Мелодия Навязчивая И очень проста Все в порядке С темпом С ритмом И кричая Би Но радио Сказали Это не хит Но разве Это не хит Нет Это не хит Но разве Это не хит Нет Нет Это не хит В ней строчка Про любовь И нет И слова Про секс Это песня Это песня Антидепрессант И антистрейкет Музыка народная Неплохие стихи Но радио Сказали Извините Но это не хит Но разве Это не хит Нет Это не хит Но разве Это не хит Нет Нет Это не хит Прихожу Домой В печали Жизнь разбита Грустно Бледно Своё радио Включаю А по радио Мачив звучит Мне известный Мне знакомый Моментально Ускоряя Сердца Ритм Я ушам своим Не верю Неужели Это не хит Ну конечно Это не хит Да Это не хит Неужели Это не хит Да Да Это не хит Но разве Это не хит Да Это не хит Неужели Это не хит Без сомнений Это не хит Без хита Из жизни Истина Простая Без хита Твой шоу Бизнес Просто Суета Не Ну это не хит Конечно Сто процентно Не хит Какое собственно Это произведение Имеет отношение К хитовости Хотя что такое хит А я честно скажу Признаюсь В паузе Подошёл ко мне Дмитрий сказал У меня есть просьба Вот там где у нас припевчик Можно вы скажете в микрофон Нет Это не хит Я отказался Просто потому что Если я включаю Во время общего звучания Сейчас Дебальский Меня поддержит Эфирный микрофон То всё Вот то что Красота Которую мы создаём Здесь Звуковой Она прёт сюда И получается такая Каша И всё что я скажу Оно потонет Просто в гуле Поэтому я Ну Чуечка мне не изменила Именно поэтому Я именно перед этой песней Задал тебе Конкретный вопрос На предмет Вы понимаешь ли То что Это не хит Его очень долго И пространно Мне почему-то Поверив В искренность моего вопроса Отвечали на него Честно Зачем Я не понимаю На самом деле Но Если уж говорить Всерьёз О музыке И о том Что вы делаете То действительно То что Звучит сегодня Это вызывает интерес И интерес У большой Достаточно аудитории Вот например Товарищ пишет Хитяра В ротацию Да О в плейлист Это разные люди пишут Значит берите в ротацию Плюс один за ротацию Блеск И так далее Я могу долго сейчас Перечислять Это реальная лента Которая здесь Собственно говоря Обсуждение Сегодняшнего эфира Это подставные Всё ребят Да это свои Да Мы своими называем Всех кто слушает радиостанцию Своих 150 тысяч в неделю На секундочку Я знаю что вы не так давно Были на Рок онлайн В Питере Очень хорошая кстати Радиостанция Мы не то чтобы дружим Но мы друг от друга Хорошо знаем Мы общались С ребятами оттуда И как кстати сказать Там по моему Вы не могли бы играть Вы просто пластинка ставили Я так понимаю Да мы общались И ставили С пластинок Но станция сама по себе Существует уже Наверное лет 7 Я не боюсь ошибиться Да Рок онлайн Одна из Если не первых То одна из Действительно почти первых Радиостанций в онлайне Появившаяся И уже столько лет существует И действительно Занимаются действительно Правильным делом Но они все же работают По большей части С западной музыкой Там ее очень много Реально А наш путь Он тернистый И непрост Вот отвечая Кстати сказать При вас отвечу На этот вопрос Раз ты просился В ротацию Значит отвечаю На этот вопрос так На сегодняшний день В постоянной ротации Радиостанции 350 коллективов 350 коллективов Так я не раздаю Ну как всю кухню Открыть не могу Но в день Так называемый В чистом эфире Если нет программ Ничего другого Порядка 380 песен Может прозвучать Если есть программы Ну час из сетки Выкинь Живых Еще два часа Выкинь Ну и так далее И так далее То максимум 320 Из 350 групп Только одна песня Получается Один раз в день Этой группы Может появиться В эфире 30 групп В ротации Не попадают Сегодня в эфир Ну просто потому Что они вываливаются Завтра они попадут Другие 30 Не попадут Ну и так далее Есть радиостанции Одну из которых Вы явно хорошо знаете Где в ротации Всего 40 групп И группа Ленинград К примеру 16 раз в сутки Крутится Отцой Всех забрать В ротацию Всех Кто хорошо играет И кто делает Замечательную музыку Но по факту Это к сожалению Невозможно Нужно ротировать И ротацию Условно говоря Нужно перебирать Теперь базу Переворачивать Тем более Зачем это нужно Группе У которой песня не хит Ну скажите Что песня То не хит Ну мы разберемся С этим тоже Ищу я пути Пути возможные Для того чтобы За слово окучить Уж простите Но тем не менее Как можно больше Коллективов Вот у Юли В заявках на живые 900 заявок У меня в заявках На ротацию За тысячу перевалило И что с этим делать Пока не знаю Вот радио Рок онлайн Существовать легче Потому что к ним Айрон Мейден Точно не будет проситься С новыми песнями В ротацию Понимаешь да А сюда Дорожечка то открыта Мы же никому не отказываем И приходится искать слова Которыми объяснять Почему сейчас это Не то чтобы невозможно Но некуда Вот просто некуда Если найдутся энтузиасты Которые создадут Еще одну радиостанцию Подобную Своему радио И не будут брать В ротацию Вот эту часть групп А мы отдадим Остальное Что у нас есть туда То будет Две волны Скажем так Свою радио 1 Свою радио 2 Так я с радостью Расширить Скажем так Возможности диапазона Сколько угодно Вот кто бы за это взялся Пожалуйста Я готов поделиться Хорошими коллективами Пока не знаю Что с этим делать Надо петь Надо петь Конечно Конечно Две песни осталось Да Может когда осталась Песня до стихотворения Ну давай стихотворение Ну как же А песня Нет Не думаю Лучше стихотворение Все таки песня Песня она вот Волшебная И стихотворение волшебное Но именно связки Песни и стихотворения А не наоборот Ну ладно Спасибо Ну давай Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Пиплы в курсе Че там снаружи Водки и зрелищ Нам больше не нужно Четыре аккорда По струнам фигачим Душа нараспашку Велком Дурашка Санкции штатов Выиграл или НАТО Нам на все пофиг Скорей бы зарплата Все победим На крайняк рукопашный Велком ту Раша Если не страшно Да Велком ту Раша Если не страшно Да Велком ту Раша Если не страшно На чё ты так пугаешь Народ иностранный А чё в России страшно До сих пор Медведи с балалайками По улицам Давно эти времена Прошли Медведи перестреляли На балалайках Нынче играет только Архиповский В принципе Медведь с балалайкой Сейчас только В цирке можно На улице вряд ли Ты Создаю Вот сейчас Да Вот Я так понял Тебе и подумал А создаётся такое впечатление Что ты изо всех сил Пытаешься напугать Себя напугать Других напугать Да я же Вот такой вот Весь добрый И скромный Как я могу кого-то напугать Это понятно Но пытался Я не пытался Я просто предупреждаю Что нужно быть внимательным Нужно быть готовым Ну правильно Мы пугать не будем Мы просто У нас есть друзья же Иностранцы Вот например Из Белоруссии Некоторые даже Заиграют с нами Нет если быть серьёзным То у нас есть Слушатели в Финляндии Они частенько приезжают Друзья уже наши Естественно Мы стараемся держать Контакт С нашей Аудиторией Ну насколько это возможно Скажем то Вот есть у нас один Друг хороший Очень финн Юха Его зовут Юха Весола Он живёт в Финляндии В городке Ковала Это Приграничный городок И он писатель Он вполне себе Такой Известный Человек И он очень добрый Человек И он Полюбил Россию Совсем недавно Можно сказать Мы поспособствовали В этом серьёзно Без каких-то шуток И он частенько Ездит в Петербург В основном На наши концерты На концерты С Доб Шиз Дуб И на концерты Рекорд Оркестра Так всем известные Коллективы И несколько раз Он даже в своих интервью У него частенько Петербургские Журналисты Берут у него интервью И он Такие откровения Скажем Открывал Что Поначалу он боялся Приезжать в Питер И вообще в Россию Потому что Ходят слухи Среди туристов Что с ними Не очень-то красиво Обходятся То есть Клофелинят И просто Пользуется их доверием Скажем Пользуется незнанием Ситуация русского языка И вообще И тому подобное И так далее А как можно Извините Какого-то человека Случайно заклофелинить Ну мне просто Нет Ну случайно Конечно невозможно Ну что-то специально Ну едешь ты Ну не пей с другими С чужими посторонними людьми А что Вот как можно Бояться ехать в страну Потому что там слухи О том что Клофелинщиков Или клофелинщиков Скорее много Нет Я так считаю Что это просто стереотипа Я считаю что мало конечно И с туристами в принципе Везде Есть кому обойтись некрасиво В любой стране Не только Да Не только в России А что касается Финляндии Ну в общем Заграница она так же Условно Как и Беларусь В принципе Финляндия была В Российской империи В свое время частью Российской империи Останется И остается Потому что Что там Карелия Что Финляндия В принципе По сути дела Оно одно Одно И природа одинаковая Уровень жизни разный Конечно же Это да Но это временно Мне кажется Все таки станет хуже и у них 46-47 Ну Европа нынче В каком положении Поймут Они наконец Каково Россия Кстати я Давно это тоже было Ну не буду эту историю рассказывать Это связано с Китаем Это не Финляндия Значит Андрей Демьян Пишет Мое трехкопиешное Ну стихотворение Вдруг Вдруг сочинилось Человеку Сейчас Российским панком Прям таки беда От многих групп Уже тошнит порой Казалось бы Какой-то панк Оркестр Ерунда А нет Пой Дима Заратустра Пой 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 По моему Красиво По моему Красиво Очень Сколько Мальчику лет Мальчику 12 Почему мальчик Сгрелусы Не знаю Сейчас 83 год Вот считай Это сколько Мне сложно Посчитать Сейчас Я 60 Кровесник Подсказывает Мне трудно Мне тоже Даже 93 2003 33 34 Может быть Ему еще 32 Вот будет 33 А будет 33 Ну хорошо Пускай так Значит Тут тоже были Интересные такие вопросы Мы их уже промахнули К сожалению Не успеем вернуться Потому что на них Ответы гораздо более Продолжительные Чем пару минут Которые у нас остались До песни Кстати одна песня Но это даже не песня Я так понимаю А стихотворение Да А ты говорил Инструментал Еще В том числе А то есть Это стихотворение С инструменталом Вот теперь я понял Кстати по хронометражу Сколько примерно Эта штука Две минуты Не больше А ух У нас тогда Есть время еще Поболтать Тогда еще Поболтаем Значит Вот где-то Группа открытия Спасибо своему Такого панка Я еще не слышал Пишет человек Вот так Хороводное спасибо То есть ваши песни Хороводными Ну хороводная У нас есть такая песня Но мы ее не исполняли Сегодня И к сожалению А человек просит Что мы сейчас Не исполним Почему Мы жадные просто Да Хороводные песни А чего так Шесть лет Шесть лет А вот панк Оркестру Ну три Три Участников Участников Алиночка Мой Вот Их коллективов Но это хорошие На мой взгляд Группы Которые я люблю Слушать The Fish понравился Тем Что не ограничено Одним стилем И играет разнообразную И интересную музыку Буду слушать Спасибо им за вечер Спасибо за интересное Знакомство Мартынов Николай Написал это сообщение Ну чего Мне кажется Тоже добрые слова The Fish Или не The Fish О чем вопрос Во снах Такое не приснится Хотя бы раз Живьем услышать Мотив Потом Услышь Мотив Потом в мозгу Оставшийся Весь вечер Будет виться Андрей Демьян Пожалуйста Вот Человек продолжает Переть Что называется Уж поперло Так поперло И сегодня Так вот Вдруг неожиданно К вечеру Послушав ваших песен Человек Вдруг Сподвиг себя На творчество Ну вот так Кстати К вопросу О том Чем панк-рок Или там Вообще В принципе Музыка помогает Вдохновляет Кого-то вдохновляет На стихи Кого-то вдохновляет На поступки Кого-то на плохие Кого-то на хорошие Тем не менее Мы Я Как мне кажется Можем этим Управлять Пусть и не масштабно Но Локально Вполне себе То есть управлять Ты имеешь настроением человеческим Конечно Умами Сердцами Душами В частности Да Брать на себя Такую ответственность А у тебя у самого Может быть сохранилась в памяти Какая-нибудь песня Чужая Не своя Ну или Может быть творчество коллектива Которая в какой-то трудный момент Как говорят Вот ваша песня В трудную минуту Помогла мне справиться с проблемами У тебя такое было С каким-нибудь коллективом Ну Прямо вот с песней Конкретно С песней нет Но И был такой Есть такой человек Артист Известный всем Один из фронтменов И наверное Лидер Создатель группы Ляпи Струбецкой Да Сергей Михалок Белорус Когда-то я взял с него пример Вот Он Транслировал Скажем Свои перемены В жизни радикальные От пропоицы И лоботряса До вот Такого Мощного Скажем Мужичелла В которого он превратился Вот И Ну Привлек он не тем Но Ну не тем Что он стал таким здоровым Там Или там Набил себе татуировки Или там Свел себе пар татуировок Как он признавался Что Сведя одну татуировку Уже невозможно остановиться Но Тем не менее Нужно отдать человеку должное То есть Когда-то В детстве Например На меня сильно повлиял Шнуров Который привил мне привычку Вредную Скажем так А потом Вот Человек Другой Добрый Хороший Взял и ее И с тех пор В тебе борются Два этих человека Я так понимаю И кто побеждает На данный момент Зависит тот А хотя вы не пьете Жанна Агузарова Мне кажется Она должна Скоро В этот бой Нет Давай Марс Не приплетать сюда Это отдельная планета Которая не имеет Отношения к Земле Так что Агузарова Остается Агузаровой Ну что ребят Спасибо большое Сегодня мы познакомились С вашим творчеством Достаточно много людей Я надеюсь Что после сегодняшнего Вашего выступления У живых у вас Поклонников станет поболее Хотелось бы Чтобы на ваш концерт Ходило много Много Реальных людей Живых Настоящих И когда я сказал Что не будет вам Там типа Да Слукавил конечно Ну слукавил Есть что-то такое У вас Что должно зацепить Народ в обязательном порядке Правда Правда Иначе просто не позвали бы Вас сюда Не было бы смысла Зачем Тратить время На группу Которая Поет не хиты Да У вас то все Хорошо с этим Так что Надеюсь все получится Так как и Должно получиться То есть хорошо Да спасибо огромное Семен вам лично И хотелось бы Преподнести небольшой подарок Если вдруг его еще никто Не приносил И у вас его не было Мне пришла почему-то в голову Сегодня такая идея Слоган Мне бывает иногда Вот я вдохновляюсь А тоже приснилось Ну не то что приснилось Хотя Не будем об этом Ну ладно Как насчет Такого слогана Вы смотрите Своё Каждому Мне кажется Лаконично просто Ну был вариант Каждому своё Ну да Но своё Каждому На Бухенвальде Но не хотел Не каждому наверное Мне кажется все таки Да Ну спасибо В любом случае Спасибо за то что тебе снится Что-то связанное С радиостанцией Своё радио Это всегда приятно Когда человек думает Не только о себе И о своей музыке Но ещё о других людях Спасибо Завтра В рамках программы Живые На своём радио Луна Я думаю Представлять особо Не надо Кто такая Лусиноги Варкиан А сегодня Панк-рок оркестр The Fish Заканчивает свою программу Как-то быстро всё пролетело Но было приятно Было хорошо С вами тепло Это очень кайфово И это чертовски взаимно Всем пока До завтра Будьте здоровы Поехали Меня по-прежнему Тянет в табор Что на том берегу реки И то ли Бог наказал То ли дьявол Не сжимать мне в кулак руки Не смотреть мне на синее небо Не испить ледяной закат Не закидывать в море Невод И его не тянуть назад А я в табор А я в табор хочу Ох, простите Хоть убейте меня Хочу Для меня нет важнее открытий Чем цыганских огни лачуг Чем цыганский забористый танец Чем цыганский грохочущий стих Среди них Я не иностранец Но не кровно я брат для них Но по-прежнему Тянет в табор Тянет жутко Безумно Всерьез Манит едкий Таинственный запах Манит скрип Деревянных колес Мне нет места Ни в хмеле Ни в храмах Ни в домах Там видни городки Лишь бессмыслено Тянет в табор Что на том берегу реки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин